всем большой привет рада вас приветствовать на своем канале сегодня наконец-таки собралась с мыслями выделила свободное время и снимаю для вас видео про свои ароматы от компании шейк у меня появилась за это время целых шесть новых флаконов поэтому решила вам о них рассказать вообще я уже снимала до этого видео про аромат от компании шейк это было мое первое такое знакомство первое впечатление данной продукции и я была не разочарована поэтому все-таки решила дальше продолжить знакомиться с этими ароматами данной фирмы конечно без промахов не обошлось это же сегодня них расскажу есть все-таки у меня неудачные покупки как по моему мнению в общем то я сейчас все вам покажу расскажу также хочу сказать что когда я выбираю какой-то аромат от компании шейк я все таки не рассчитывая на то что это будет стопроцентное попадание в оригинал нет я понимаю что это будет в духе того или иного аромат это будет что-то общее но ни в коем случае не сто процентов и все-таки я так решила и определилась что каждый аромат от компании шейк я расцениваю как абсолютно самостоятельный аромат не привязаны к своему прародителю не привязаны к аромату которым скажем так вдохновлялись да так ну что ж давайте начинать первый аромат который у меня появился достаточно все-таки давно и вот этот аромат немногие советовали в комментариях советовали с ним познакомиться а конкретно это аромат под номером двести сорок шесть и это аналог на black опиум от ив сен лоран здесь 20 миллилитров и что хочу сказать с оригиналом я тоже знакома но я его наверное последний раз тестировала года два тому назад и по памяти я помню плюс-минус как он звучит могу сказать что да они похожи только для меня аромат шейк он более как бы облегченный он более разбавлены нежели чем black опиум то есть это более такая легкая версия по поводу самого звучания в парамиде вообще есть кофе но я как таковой ноты кофе не слышу для меня это все-таки больше наверное кофейная пенка либо пенка капучино плюс я отчетливо здесь слышу миндально сливочную такую ноту то есть вот ореховая нотка она присутствует плюс ванильки конечно же плюс немножко пудровости даже есть какая-то такая кисло-свеженькая нотка в этом аромате она абсолютно такая на подпевке но тоже я ее здесь улавливаю и в совокупности аромат достаточно теплый согревающие очень уютный как раз таки на холодное время года на осень и на начало весны и зимой я тоже его использовала с удовольствием он сладкий но сладкий он в меру абсолютно не приторный и еще я отметила что в этом аромате конечно же есть сексуальная нота то есть он для меня такой сексуальный использовала я его зимой по моему осенью тоже носила ну в общем-то рада этой покупке рад этому приобретению что познакомилась этим ароматом кстати в пирамиде также есть розовый перец я его вообще не слышу вообще вот от слова совсем и есть также по моему белые цветы в пирамиде заявлены белых цветов вот тоже как таковой я здесь не слышу может быть где-то далеко-далеко на подпевке если представить что они здесь есть туда так в основном это для меня конечно же пенка капучино миндально-сливочный такая ореховая нотка ваниль он очень приятно гармонично звучит мне нравится думаю что это тот аромат которым понравится многим поэтому конечно рада этому приобретению по стойкости где-то примерно он держится на мне шесть-семь часов я на себе вот так слышу первых три часа он прям вообще громкие шлейфовый а потом как-то так затихает близко кожу уже сидит но на коже от себя лично я его слышу порядка шести-семи часов мне вполне этого достаточно следующий аромат также у меня в ручке здесь также 20 миллилитров это уже аромат под номером 90 и это у нас аналог насколько я помню живанши ангелы и демоны версия эликсир тот аромат по моему снят с производства поэтому в принципе его негде протестировать говоря вот об этом аромате когда только на себя его наношу это для меня просто какое-то буйство и взрыв сочности то есть аромат мной воспринимается как очень такой сочный все потому что я на протяжении всего использования на протяжении всего ношения аромата слышу сочные цитрусы а именно лимон также я здесь отчетливо слышу зеленый чай он также заявлен в пирамиде зеленый чай придает такой знаете небольшой зеленые ноты и естественно какой-то свежести аромату плюс здесь также есть белые цветы белые цветы очень мягкие политкорректные абсолютно не раздражающие они здесь также присутствуют я их слышу в особенности слышу именно апельсиновый цвет также есть здесь и немножко ванили немножко древесных нот все это слышится в совокупности аромат вот действительно мной воспринимается как сочный то есть он для меня свежий он для меня зеленый немножко он для меня сладковатый белый цветочный цитрусовый аромат то есть такой взрывной отлично подойдет на весну мне кажется на лето тоже будет в принципе уместен классный аромат вот не зря в отзывах пишут что очень интересный достойный и это тот аромат наверное который понравится многим да это один из них он не резкий абсолютно такой нежный сочный белый цветочный цитрусовый да немножко чайный свежий аромат приятнейший а по поводу того повторю ли я его вот не знаю конечно его носила с удовольствием и я уверена что эти 20 миллилитров я также сношу с удовольствием но наверное я бы его впоследствии не повторила то есть бывают такие ароматы которые очень цепляют да и этот однозначно на повтор вот этот приятный я им наслаждаюсь мне в нем комфортно но говоря о том чтобы его потом повторить я конечно еще подумаю в общем а так интересное конечно тоже звучание аромата очень достойно по поводу стойкости вот так же как в принципе и предыдущий аромат он ярко так шлифит на мне наверное три-четыре часа я его прямо отчетливо слышу потом немножко он затихает затихает но до шести семи часов опять же таки он спокойно держится я его не обновляю чем тоже интересный аромат я считаю что это удачная покупка удачное приобретение следующий аромат который вам хочу показать уже идет видим от странной такой упаковки как он называется здесь уже 25 миллилитров и это аромат под номером 32 и это у нас аналог на victoria's secret от с либо тис как-то так аромат называется в общем картинку флакончика я где-нибудь ставлю говоря по поводу вот этого аромата я могу сказать что для меня пока что это не совсем удачной покупка это не совсем мой аромат и наверное вот в этом случае я прогадала с покупкой все почему когда вообще только термот получила сейчас он все-таки стал мягче он настоялся но когда его только получила я отчетливо в нем слышала знаете вот так называемые мокренькие тряпочки залежавшиеся вот в этом аромате это но ты меня просто преследовала мешал я его еще кстати ни разу не носил я его не выгуливала только разнашивала дома на запястье и вот так называемая эта нота мокреньких тряпочек меня конечно же раздражает и вообще первый раз на самом деле сталкиваюсь вот с такой ноты в парфюмере когда я именно слышу мокренькие тряпочки хотя многие про это говорят что во многих ароматах именно это слышат вот конкретно в этом аромате то эта история произошла самой мне это не нравится вообще здесь богатейшие конечно пирамиды здесь и цветы и фрукты и также нота шоколада заявлено шоколад я вообще не слышу абсолютно нет никак цветочно-фруктовый да почуливый ванильный но в нем все как-то резко в нем все очень грубо фрукты здесь и мне не нравится как звучат цветы очень резкие напористые аромат громкий конечно шлейфовый наверное даже по стойкости и по громкости перебьет предыдущих два аромата потому что он действительно очень насыщенный и мне пока что на данный момент звучание этого аромата не нравится я не могу вычленить не одну ноту я понимаю что да у фруктово-цветочный но какие-то конкретные цветы чтобы сказать что это для меня белые цветы я не могу какой-то конкретный фрукт тоже вычленить а именно здесь есть и груши по моему личи тоже красное яблоко даже заявлено но я не слышу этого ничего к сожалению пока на данный момент это самый наверное неудачный аромат приобретенный мной от компании шейк я разочарована но конечно стоит позавидовать стойкости шлейфу здесь все это качественно сделано он стойкий шлейфовый но вот к сожалению звучание аромата пока что не моем не знаю может быть он настоится я уже поняла что ароматом от компании шейк тоже нужно время она им идет только на пользу я уже это поняла с одним ароматом от компании шейк который меня также есть что время только на пользу я его отставлю пусть он еще постоит сейчас вот эти кстати мокренькие тряпочки я уже слышу меньше они как будто бы уже пропадают то есть как-то уже более-менее лучше звучание у этого аромат поэтому я его отставлю в долгий ящик пусть он у меня еще постоит естественно я к нему уже вернусь только прохладное время года сейчас летом и весной я однозначным пользоваться не буду а вот осенью я к нему вернусь и если он мне так и будет продолжать не нравится как не нравится сейчас то от этого аромата я уже точно буду избавляться следующий аромат также видит эстера 25 миллилитров здесь номер 204 и это насколько я помню аналог аромата манталь ваниль абсолюм я не знакома к сожалению с ароматом от манталь ваниль абсолюм я его ни разу не тестировала поэтому даже не берусь их как-то сравнивать между собой говоря по поводу названия ваниль это действительно аромат ванили я здесь слышу ваниль причем кондитерскую который из пакетика который мы добавляем в различные хлебобулочные изделия вот это та самая ваниль но плюс ко всему казалось бы да моно аромат ванили но помимо всей вот этой ванильности конечно же я в этом аромате еще почему-то слышу такую сладкую переспелую сахарную дыню сладкую переспелую сахарную дыню и еще плюс сладкий с небольшой кислинкой ананас то есть совокупности в принципе я не могу сказать что здесь ваниль очень такая приторная что она навязчивая не знаю удушает просто умри все живое нет здесь ваниль как будто бы даже с небольшой ноты свежести и кислинки и как будто бы вот как я уже сказала с добавлением фруктовых нот а именно дыни и ананас я даже порой когда вы тестировала раз нашего дома на запястье как будто бы еще и грушу слышала в этом аромате тоже сладкую переспелую и поначалу когда его только получила слышал также и банан вот насколько уже воображение моего довелось что я и банан слышала и груши сейчас вот слышу дыню сладкую и ананас но в целом неплохо для любителей ванили ванильных ароматов и все что связано с ванилью можно потестировать когда его только покупала на момент моего заказа был всего один отзыв девушка писал что очень приятный аромат ванили да это действительно так очень приятно и здесь комфортная ваниль но вот честно сказать на сто процентов не зацепил меня этот аромат да приятно иногда хочется такого я его буду носить но не скажу что прям настолько мне он понравился настолько меня зацепил что впоследствии я его повторю конечно же нет да интересно но не на сто процентов следующий аромат также идет в тестерной версии здесь вот написано что это тестер 25 миллилитров также и это номер 202 и это один из таких популярных ароматов и шейк это victoria secret бумшелл много отзывов на сайте в адрес кому-то нравится кому-то нет я почитал парамиды у меня она заинтересовала все что там заявлено в принципе я люблю поэтому решила лично познакомиться с этим ароматом опять же скажу с оригиналом я не знакома а когда я получил только это аромат я его нанесла на запястье вы знаете у меня перед глазами сразу встали ароматы это versace bright crystal да какие-то нотки от versace здесь есть это лан ванны кладар печь это императрица дольче габбаны и это даже в какой-то момент шанель шанс о тендер мне кажется вот в этом аромате есть какие-то отголоски вот всех перечисленных 4 ароматов что-то общее это в том направлении это какие-то общие отголоски общее звучание поэтому если вам нравится вот те аромат которые перечислила том принципе можно присмотреться вот к этому аромату от шейк он очень легкий он нежный он абсолютно женственный политкорректный на весну на лето это все как я люблю это сочные цитрусы это фрукты это нежный нежный пион это даже отголоски ландыша немножко мускуса немножко деревяшек и в совокупности это аромат нежности то есть он подчеркнет вашу нежную женственную натуру поэтому если вам нравятся вот те ароматы да versace bright crystal и кладар печь то в принципе я думаю что вам понравится вот этот аромат по поводу стойкости я его опять же еще не разнашивал я его тестировала на запястье мне показалось что стойкость у него не очень шлейфа нет то есть мне кажется все таки по стойкости он проигрывает остальным ароматом от шейк даже вот предыдущим который я вам показала но опять же я его еще не разнашивала хочу его поносить именно теплой весной летом и уже тогда сделать свое окончательное какое-то заключение по поводу него умозаключения да по поводу именно стойкости шлейфа но по звучанию мне аромат очень нравится очень интересный неплохой вот в духе именно тех ароматов которые я вам перечислила и шестой аромат который я купил от компании шейк у меня уже идет в объеме 50 миллилитров он под номером 126 и это у нас аналог на гипноз от lancome а я его заказала сразу в объеме 50 миллилитров во первых потому что отзывы положительные многие пишут что даже повторно этот аромат заказывают настолько он хорош то есть положительных отзывов действительно много а во вторых а сейчас конечно же цены на аромат от шейк тоже выросли и я так помониторила посмотрела мне кажется на данный момент времени выгоднее все-таки заказывать сразу 50 миллилитров нежели чем вот такие тестера виде 25 миллилитров или вот эти вот ручки по 20 миллилитров там разница 300 400 рублей но все-таки выгоднее мне кажется брать сразу 50 миллилитров особенно если вы знаете как этот аромат звучит по поводу вот этого аромата гипноз от lancome в нем действительно есть что-то гипнотическое действительно это какой-то гипноз потому что есть притягательные ноты которые меня цепляет мне вот честно сказать что после вот этой версии шейк мне захотелось познакомиться оригиналом и как же он звучит это аромат про белые цветы белые цветы очень мягкие опять же политкорректные это ваниль это немножко деревяшек это какая-то такая сладко фужерная нота то есть и сладость и фужерность в нем как-то гармонируют то есть они примут на одном уровне и в меру сладости и меру какой-то свежий такой фужерной ноты в этом аромате но что самое интересное в пирамиде не заявлены цитрусы но вот когда я на себе его носил именно разнашивала дома на запястье я отчетливо в нем на протяжении практически всего использования слышу отчетливо цитрусы это лимон и бергамот хотя в пирамиде цитрусы не заявлены но я их слышу помимо там до белых цветов это все есть небольшая ванильные нота древесные нота но помимо вот этой всей темы я еще слышу плюсы цитруса в нем пирамиды у него очень скромные это старта цвет джасмин гордени ваниль и ветивер и все ну вот не знаю как так получается но цитрусы сочные цитрус в этом аромате не также присутствует классный аромат мне он очень понравился он нежный он женственный опять же для меня как и предыдущий аромат он на весну и на лето будет хорош поэтому буду с удовольствием разнашивать сейчас я пока ему дала время отдохнуть потому что получил его буквально верно неделю назад да где-то неделю назад вот этот аромат ко мне пришел поэтому я все-таки хочу чтобы он постоял набрался сил стал более еще ярким и красивым поэтому буду его использовать уже наверное в апреле либо в мае вот но аромат классная прям действительно советую познакомиться если вы тем более знаете как звучит оригинал мне кажется можно спокойно брать потому что звучание не дешевая абсолютно нет я довольна поэтому мне как я уже сказал теперь хочется познакомиться с оригиналом как же звучит он так ну что же на этом у меня все показала вам вот таких 6 ароматов от компании шейк это мои новинки я вам еще не показывала в принципе могу сказать что все практически покупки у меня получились удачные кроме наверное вот этого аромата все-таки вот этот аромат от victoria secret с мне пока что ты как-то не очень ну пусть он опять же постоит потому что я уже как говорила ароматом от шейк нужно время их нужно именно настаивать им нужно постоять где-то в далеком темном уголке и тогда они становятся более интересные какие-то ноты открываются которые до этого невозможно было вычленить у меня так было с ароматом от шейк также флер наркотик а так снила аромат я когда его только получила это было что-то ужас ужасно я вообще не могла его понять сейчас я вам скажу что я вот его ношу в марте я вообще я как просто зомбирована этим ароматом он не настолько теперь цепляет что я задумывалась о дубле ароматы именно флер наркотик от x nila поэтому вот как-то так а поначалу метром тот аромат не нравился может быть получится также и с этим как-то он настоится станет более интересным и мы с ним подружимся ну что ж а вам спасибо большое за просмотр пишите добрые комментарии ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал и всем пока пока до новых встреч